Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, вопрос о неуверенности в себе. И такая черта не доводить начатое до конца, пишет человек. При трудностях задумывается зачем это нужно, ничего не получится и так сойдет. Началось в подростковом возрасте, в школе это отразилось успеваемостью, что человек пытался оккупировать грубым поведением. В университете ситуация повторилась, человек проснулся по фигистам. Со временем неуверенность развилась настолько, что сейчас ему тяжело поднять руку в аудитории, чтобы ответить на семинаре. В зуме камера не включает, звук по этой же причине. Все время думает, что допустит ошибку, оговорку и все. Все промолчат, но подумают, что он странный, глупый. Вот, значит, он считает этот человек, что у него мало общения, мало друзей и нет девушки из-за этого. Из-за этой вот такой черты. Значит, что здесь хочется сказать. Во-первых, это, конечно, довольно хороший запрос на психотерапию. Вы, аноним, большой молодец, что начали об этом говорить. Это хороший запрос на психотерапию, хороший запрос на работу над собой, конечно же. Вот, на такую вот хорошую, ну, регулярную, желательно, работу над собой. Да, вот эта психотерапия. Я здесь обращу внимание на некоторые основные моменты, которые мне кажутся важными. Вот, обрисую общую картинку. Вот, и, соответственно, буду надеяться, что это послужит неким плацдармом для того, чтобы вы начали эту самую работу. В первую очередь, нежелание доводить что-либо до конца часто связывают с перфекционизмом. То есть, я должен сделать идеально или никак. В основе перфекционизма лежит, в общем-то, ориентированность на результат, но не на вот то, что можно было бы назвать процессом. Вот. Это первое. Второе. Поскольку началось это у вас с детства, то имеет смысл посмотреть, когда и в результате чего у вас это началось. Вот. Вариант того, что это началось, ну, само собой, просто так мы не рассматриваем. По совершенно очевидным причинам. Что-то произошло. Была какая-то травма у вас, вот, скорее всего. И с этого как бы всё и пошло, скорее всего. Да, понятно, что, вероятно, причина не одна. Вот. Понятно, что, скорее всего, оснований для подобного было несколько. Вот. Но всё-таки вот то, что происходило тогда, очень важно понять. Понятно. Следующее. Уверенность в себе не берётся из ниоткуда. Уверенность в себе – это следствие. И, как я надеюсь, вы понимаете, что, в общем-то, такой уверенности в себе стопроцентной. Добиться, наверное, невозможно, да и не надо. Потому что, ну, не бывает такой вот стопроцентной уверенности в себе. Не бывает. У человека такого состояния, когда он стопроцентно в себе уверен. Бывает, когда человек всегда подозревает вероятность ошибки. И вот эту вот вероятность ошибки вам, как мне, как мне кажется, и нужно принять. принять, так скажем, свои ограничения в первую очередь. принять то, что вы можете, извините за тавтологию, чего-то не мочь. что вы можете с чем-то не справиться, что у вас может что-то не получится, и это нормально. Понимаете? Да? О чем идет речь? Если вы своих ограничений не принимаете, то вам будет сложно. Следующее, на что хочется обратить внимание, это то, как я уже сказал, то уверенность сама по себе не бывает. Уверенность проистекает из определенного интереса к тому, что вы делаете. Из определенного отношения к тому, что вы делаете, если такого интереса, отношения, наслаждения, если угодно, тем, что вы делаете, у вас нет, то и уверенности взяться также неоткуда. Откуда в этом смысле, в этом случае возьмется уверенность в себе? Она на чем-то базируется. Вот. Она на чем-то базируется, она на что-то опирается. Уверенность. Уверенность. Она не возникает на пустом месте. Было бы странно, как мне кажется, если бы уверенность возникала бы на пустом месте. Что называется, из ничего. Она должна на что-то опираться. И в этом смысле вам, на мой взгляд, необходимо увидеть свои интересы. В этом смысле вам необходимо, ну, учиться ориентироваться на то, что вам нравится, на то, что вам интересно, на то, что вас привлекает. Вот. А не на то, что нужно делать. Не на то, где вам необходимо, вот, там, грубо говоря, какие-то результаты давать. Потому что результаты, результаты это хорошо, результаты это прекрасно, но результаты это всегда такая социально обусловленная история, где, в общем-то, довольно мало личностей. Личностей, где мало вот самого, как бы, человека. А сам человек является здесь ключевым элементом. Вот. Понимаете, да? Вот на это вам, как мне кажется, и нужно обратить своё внимание пристально и серьёзно. На это, а не на то, на что вы обращаетесь сейчас. То же самое касается, в общем и целом, и взаимодействия с людьми. А, простого взаимодействия с людьми, такого вот, ну, я бы сказал, отвлечённого, что ли, не бывает. И быть не может. И не должно быть простого. Общение строится всегда по поводу чего-то. Оно не строится, ну, ни на чём. Понимаете? И, друзья, у вас нет, на мой взгляд, потому что вам, ну, в общем-то, сложно соприкасаться с тем, что интересно вам. Вот. Кто-то, я бы сказал, очень хорошо так, от души, отбил вам интерес к тому, с чем вы, ну, интерес к жизни. Вот. И, собственно, мы не будем никого обвинять здесь, мы не будем никого здесь ругать. Но, как бы, интерес ваш к вашей жизни, вам нужно возвращаться право. Тогда и уверенность, в общем и целом, скорее всего, отойдёт на, в этом смысле, задний план. Ну, может быть, не прям совсем задний. Я повторюсь, что неуверенность, она всегда есть и будет, это нормально. Нормально испытывать неуверенность. Бороться с неуверенностью не нужно, но помимо неуверенности, вашей неуверенности в себе, должно быть ещё что-то. Неуверенность – это то, что помогает человеку расти. Неуверенность – это то, что помогает человеку, как бы, осознавая свои ограничения, всё равно стремиться к развитию. Вот что такое неуверенность в себе. В общем, здесь лучше неуверенность в вас. Вас, по сути дела, прибывает к земле, и связано это только с тем, что вы, вот, свои собственные интересы, да, ощущаете весьма и весьма плохо. Хорошая новость в том, что это корректируется, вот. Но корректируется именно посредством психотерапии. Никак иначе. Вот, такой ответ я могу вам сейчас. А, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, предложить. Не знаю, я не знаю, вот, готовы ли вы работать над собой или не готовы вы работать над собой, вот. Но, тем не менее, по-другому ваши проблемы не решить. Вот, каких-то универсальных, каких-то уникальных рецептов решения проблемы нет и быть не может. Потому что человек, он индивидуален, и вы индивидуальны в этом смысле тоже. Постарайтесь подумать, вот, когда вы, например, находитесь, ну, допустим, на семинаре, и вам нужно поднять руку, чтобы ответить. Да, вы думаете, что люди подумают, что вы глупые, что с вами что-то не так и так далее. Подумайте, что ещё важного есть в этот момент. Подумайте о том, как вы оказались в этом месте, на этом семинаре, если угодно. Ради чего вы оказались в этом месте, на этом семинаре и так далее, что вас, как бы, привело. Я думаю, что вряд ли вы оказались там, случайно. Я думаю, что, скорее всего, вы оказались там, потому что, ну, вот, вам хотелось быть там, где вы находитесь. А если вам не хотелось там, там быть, то вопрос, который у меня к вам, в чистильнейшем образом. А зачем тогда? Понимаете? Зачем тогда? То есть, если вам не хочется быть там, где вы, ну, вот, находитесь, для чего вы там. Поэтому спросите себя, в первую очередь, куда я иду. Куда и зачем я иду. Вот. И уже опираясь на это, вы могли бы дать себе больше, чем вся эта борьба с пресловутой неуверенностью в себе. Потому что, когда мы боремся с неуверенностью, мы, ну, как бы, зачем нам в этом смысле что-то менять. Вот. Если мы, ну, боремся с неуверенностью и в целом нам хорошо. Вот. Нам, конечно, неприятно, нам, конечно, тяжело, нам, конечно, болезненно, но мы в этом видим какой-то смысл, хоть какой-то смысл. А если этого не будет вообще, что мы будем тогда делать? Вот. Чем вы будете заниматься, если у вас не будет вот этой самой неуверенности в себе? Что вы будете тогда делать, как вы будете тогда себя вести? На что, на что тогда ваша энергия будет тратиться? Понимаете? Понимаете? Вот такая вот история. Поэтому я бы здесь обратил внимание на вот эти аспекты, о которых я указал. И надеюсь, что вам это поможет лучше понять, ну, вот, с чего начинать психотерапию вашу. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам! Спасибо.